Здравствуйте! В эфире вновь программа Культура Хакасии. Я Наталья Чудина. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с самыми главными событиями культурной жизни региона. Республика в очередной раз присоединилась к международной акции «Ночь музеев». Один только краеведческий музей за три часа принял чуть меньше тысячи ценителей старины искусства. Были в том числе и зарубежные гости. В этом году музейщики решили вновь удивить и придумали множество новых площадок. Детям пришлось по душе необычная этно-раскраска. Юным художникам нужно разрисовать хакасское пагом. Изображение скопировано с фотографии настоящего нагрудного украшения, которое в древности могло стоить целого табуна лошадей. Оформление использовались перламутровые пуговицы, привезенные из Китая. Обычно использовались природные цвета. Это красный, зеленый, черный и также синий. И не использовался желтый цвет, так как считалось, что желтый цвет – это символ болезни, символ недуга. В юрте экскурсовод рассказывает, как в древности хакассы принимали гостей. Угощали травяным чаем и преимущественно мясными блюдами. Усталого опутника нельзя было не накормить. По поверьям, жадного хозяина могли наказать духи, а гостеприимного, наоборот, отблагодарить. Этот путник остановился у бедного человека. Он оказался хозяином тайги, и впоследствии у бедного человека наградил благами, богатством. У богатого человека, бая, у которого было много скотины, случился мор, и он в односчастье стал нищим человеком. Любой гость мог научиться молоть хакасский толган. В древности этим занимались женщины. Хакасская культура привлекает своей самобытностью, поэтому ежегодно на ночь музеев к нам в республику приезжают иностранные делегации. Мы хотели увидеть что-то о хакасской культуре, национальный костюм. Мы хотели шамана увидеть, но шамана не увидеть. Взросы те же самые дети когда-то были, они идут за сказкой. Вот эту сказку нужно создать в музее. Хотя дефиле стилизованных русских костюмов, зрители тоже встречают с восторгом. Коллекция хакасской студентки уже облеснула в Риме, получив третье место на международном престижном конкурсе. Ну пока мне очень понравилось дефиле историческими костюмами. И понравилось то крыло зала. Это сплетение ткани и бытовыми делами пещерного человека. Живая музыка, необычные мастер-классы, древнее искусство. Такое жители Хакассии точно не могли проспать. Ночь музеев посетили 866 человек. Организаторы ожидают на следующий год гостей будет еще больше. Праздник пройдет уже в новом здании музея, где есть возможность выставить экспонаты из запасников. 35 лет на сцене, более сотни спектаклей, ролей значительно больше и все в одном театре кукол-сказка. Это об актрисе Антонине Пичугиной. Ее бенефис стал настоящим праздником для всей труппы. А сама юбилярша буквально купалась в аплодисментах на протяжении всего вечера. Антонина Пичугина приехала в Абакан в мае 1981 и осталась здесь на долгие годы. Факт интересный, ведь актеры и режиссеры – народ кочевой, часто меняют театры, города и даже страны. Антонина решила, что от добра добра не ищут. Ей повезло. В активе более 100 спектаклей. 17 из них до сих пор в репертуаре. Роли разноплановые, тексты длинные. Фотографическая память существует у меня. Некоторые, если нужно срочно вводиться, я просто начитываю на диктофон. И в любое свободное время у меня в ушах постоянно наушники. Я постоянно что-то учу. Заучиваю таким образом прозу, заучиваю таким образом стихи. Ну, во-первых, это доставляет мне какое-то удовольствие. В этой гримерке Антонина Пичугина готовится к выходу на сцену уже много лет. На стене фотография начала 2000-х годов. Актеры с новым режиссером Евгением Ибрагимовым. Актриса всех режиссеров вспоминает с теплотой каждый, научил ее чему-нибудь новому в профессии. Например, синхронно управлять куклами. Это большое искусство. Когда три человека в черном, актеры, заставляют жить на сцене одну куклу. Один управляет ногами, другой руками, третий отвечает за голову и туловище. Мы должны так все слаженно делать, чтобы у зрителя было полное ощущение, что кукла живая. Она не может, например, пойти вот так, да? Правильно? Люди же так не ходят. И вот эти вот два человека, которые управляют руками и ногами, они должны быть настолько вот чувствовать друг друга. И Тоня меня научила доверию. Вот она мне безгранично доверяла в работе. Пичугину с благодарностью вспоминают многие молодые актеры, которых она научила технике, особым приемом, говоря проще, ремеслу кукольника. Во время бенефиса они вспоминали об этом. Многие передавали свои поздравления по интернету из других городов. Присылали письма на электронную почту. Говоря о Тоне, мне всегда хочется добавить слово «красивый». Красивый человек. Красивый в своих стремлениях, в словах. Поздравляли грамотами, дарили подарки. Видеообращение прислал первый режиссер и основатель сказки Людвиг Устинов. А между поздравлениями фрагменты лучших, самых памятных спектаклей с участием Антонины Пичугиной. И, наверное, в этот день в сказке была та самая легендарная обратная связь. Энергетическая сцена и зала. Дыхание зала. Мы работаем в спектакль и доходим до какой-то определенной сцены, и мы начинаем слышать, как зал дышит. В одном из моих любимых спектаклей очень простая история. Как зал начинает утирать слезы, начинает шмыгать носами. То есть идет такая как бы волна. Мы посылаем им волну своей энергии, а они нам возвращают. Примерно через месяц сказка закроет очередной сезон. И осенью начнет 38-й. И уже 36-й в карьере заслуженной артистки Хакасии Антонины Пичугиной. Хакасский национальный театр имени Топанова закрыл 84-й творческий сезон. Финальную точку решили поставить спектаклем молодого режиссера, студента Мараса Чебодаева. Дипломная работа оказалась настолько удачной, что постановка будет представлять нашу республику на престижном театральном фестивале. Хакасский национальный театр закрыл 84-й театральный сезон. Перед спектаклем зрители могли познакомиться с историей театра в фотографиях, увидеть самые яркие и интересные декорации репертуарных спектаклей. Но главное событие вечера – это, конечно, спектакль. Право закрыть творческий сезон получил молодой режиссер Марас Чебодаев. Его постановку зрители уже могли видеть. Примеры спектакля по мотивам рассказа английского писателя Герберта Уэллса. «Страна слепых» состоялась в марте этого года. Марас Чебодаев – выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Данная постановка – его дипломная работа. По словам режиссера, получилось не совсем то, что планировалось изначально, но результатом работы все остались довольны. Обычно режиссеры пишут обязательно для себя план постановочный, что там будет, что будет. Я приблизительно всегда набросал это, все об этом думал. Но когда приходишь в театр, когда сталкиваешься с живыми актерами, вдруг понимаешь – ой, нет, совершенно не то я хотел делать. И вот это как-то спонтанно, это называется, этюдно рождается спектакль. Спектакль «Страна слепых» был реализован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Постановка получила массу положительных отзывов среди зрителей и коллег. Это очень интересная работа. В ней работает молодежь нашего театра, также сакалы. И я думаю, что этим спектаклем он как бы вносит новую свежую струю в жизнь коллектива. И мы надеемся, что он поставит еще очень много интересных, замечательных спектаклей. И мы надеемся, что следующий, 85-й театральный сезон будет таким же удачным, плодотворным. Перенести прозу на сцену всегда несколько сложнее, чем ставить готовую пьесу. Нужно решить массу дополнительных вопросов. Но творческая группа блестяще справилась с поставленной задачей. Музыка, костюмы, сценография позволяют с легкостью представить, что действие действительно происходит где-то высоко в заснеженных горах. Постановка «Страна слепых» осенью этого года будет показана на престижном театральном конкурсе. Сегодняшний спектакль, он отобран для показа на фестивале «Золотая канавязь» в городе Волом-Люде, который пройдет в сентябре. Мы послали от театра четыре заявки. Из четырех наших спектаклей был, в конкурсной комиссии был отобран этот спектакль. 84-й театральный сезон завершен, но уже сейчас началась подготовка к следующему юбилейному сезону. Год у театра обещает быть насыщенным. В планах участие в театральных фестивалях, плотный гастрольный график, приглашение к сотрудничеству зарубежных режиссеров и, конечно, много новых интересных постановок. На этом у меня все. Следите за новостями культуры вместе с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok